Всем привет! С вами Катя. Сегодня у нас с вами будет распаковка. Начнем с первой вещи. Это блуза, которая пару месяцев уже висит у меня в избранном. Уже давно хотела ее заказать, но все никак, знаете, ничего другого не находила для себя. Мне безумно понравился этот цвет. Такой изумрудный, благородный. И еще за счет вот этой ткани, такой летящей. Кстати, она очень приятная к телу. Хорошее качество. У меня это размер 6. В любом случае, все свои параметры, все размеры, которые были на мне, и ссылки на эти вещи я укажу в инфрибоксе, так что обязательно туда заглядывайте. Следующая вещь это джинсы. Я про них вам упоминала в шоппинг-блоге из Zara, если вы смотрели. А я знала, что они идут ко мне, они вот-вот должны были прийти. Кстати, в этот раз была достаточно долгая доставка, где-то полторы примерно недели, даже ближе к двум. Обычно как-то экспресс-доставка, в нем была экспресс-доставка, обычно как-то вещи быстрее довозятся. Мне очень хотелось каких-нибудь расклешенных джинс от бедра. Мне понравились, как сели эти по качеству, знаете, такой средней плотности джинс. То есть он не такой дубовый, что в них невозможно сесть. Я обожаю джоггеры. У меня уже есть в таком молочном цвете джоггеры. Я вам уже показывала во влоге, кто смотрел, тот знает. Но мне хотелось, во-первых, чтобы были покороче, во-вторых, я хотела еще добавить и серых. Честно говоря, в резерв, ну вы уже, наверное, видели этот шоппинг-блог. Если нет, то ссылочка будет вот здесь. Мне понравились больше. Мне понравилось больше оттенок. И мне понравилось вообще, в принципе, как они выглядят. Но эти покороче. Это из серии Петит. У меня довольно низкий рост. Я метр шестьдесят два. И очень часто бывает такое, что брючки или какие-то такие подобные вещи на мне как-то несуразно выглядят. Слишком длинные. Эти сели как надо. Но я еще подумаю, ставить их или нет. Здесь очень приятный начес. Следующее платье вы имеете сейчас на мне. Оно безумно, безумно мягкое просто. В шоппинг-блоге из резерв. Я вам говорила о том, что я сейчас в поисках какого-то платья-свитера. Мне кажется, что это вот оно. Мне понравилось из резерв, такое молочное. Но это даже, наверное, понравилось больше. Оно безумно приятное к телу. Я не уверена, что оно будет сильно греть. Ну, потому что оно достаточно тонкое. В принципе, оно не просвечивает. Мне понравилось, как оно село. Мне очень нравится здесь горло. Именно то, что оно, знаете, идет такое несвободное. А прям по шейке. И без добавления лишних слоев. То есть не расширяет шейку. В общем, свитер, платье. Мне это понравилось. Чего не могу сказать вот об этом свитере платья. Мне не понравилось, как оно селось. Здесь красивая вязка. Не знаю, вот мне не понравилось, как смотрится именно нижняя часть этого платья. Как-то вот не так. Не нравится мне, как это сидит на бедрах. Не нравится, как это сидит на фигуре. По качеству, что я могу сказать. Хорошая плотная вязка. Никаких ниточек, ничего не торчит. Если уж говорить вообще, в принципе, целиком про заказ. Никаких нареканий по поводу качества вещей у меня совершенно нет. Они действительно пришли хорошего качества. Есть вопрос к одной вещи, но он такой незначительный. Следующее, мимо чего я не смогла пройти, это такой укороченный свитер off-white цвета. Очень уж мне нравится подобный свитер. Вообще, в принципе, в осенне-зимний сезон. Моя основная вещь, которую я ношу, это свитеры. Потому что в них настолько тепло, настолько уютно и настолько кайфово. Ну, вот этот вот, он сшит очень хорошо, но он слегка колючий. Меня это смущает, именно поэтому этот свитер пойдет все-таки обратно. Ну, не то, чего бы мне хотелось, колется. Но сам по себе свитер мне бы нравился. Вещь, которую я не стала даже примерять. Это вот такой вот боди. По-моему, это Asos, да, Asos Design. Не стала примерять, потому что по картинке мне показалось, что здесь есть подплечники. И мне хотелось, чтобы они здесь были. Поэтому даже не стала мерить. Потому что от подобного плана вещь я себе не хочу. Знаете, несколько лет назад я отказывалась от серого. Ну, лет так, наверное, пять назад у меня, знаете, такое ощущение, что был полностью серый гардероб. Сейчас меня снова тянет на серый. Увидев этот жилет, я поняла, что вот это вот прям совместимость полная. Потому что все бежевые, которые я видела уже летом, и не так сильно заходили, так скажем. Этот прям понравился. Приятный по качеству. Мягенький, не колючий. У меня в размере S. И он все-таки идет слегка оверсайз. Поэтому знайте это. Следующий топ мне тоже очень привлек мое внимание уже на сайте. Мне понравилось, что здесь есть подплечники и его вот этот вот атласный материал. Так как у меня плечи довольно эпокатые и узкие, а хочется делать больше акцентов на талию, для этого нужно как-то расширять плечи. И тогда акцент на талии будет более явный. И тогда моя фигура будет смотреться уравновешенной. Мне понравилась эта идея, то, что достаточно базовая. А Майкл будет такого слегка нарядным. Следующая вещь, кстати, этот магазин теперь появился и в Москве. Это And Other Stores. Я уже давно хочу что-то заказать от этого бренда. И вы знаете, заказала именно тогда, когда у нас открылся магазин. Ну, да ладно. Привлекло внимание на в первую очередь цвет. Вот такой вот свитер. Он достаточно мохнатый и колючий. Не помню по стоимости, сколько он стоил. Ну, по-моему, около пяти с чем-то тысяч. Знаете, за эти деньги мне бы хотелось чуть получше качества. В плане того, чтобы хотя бы он не кололся. Если свитер колючий, я просто не смогу его носить. Поэтому для меня это, конечно, стало небольшим таким разочарованием. Потому что цвет мне безумно нравится. Следующая вещь. Это такая трикотажная кофта с вырезом сердечка. Честно говоря, когда заказывала, я такая, ну ладно, ну попробуй. Ну, мало ли на меня это тоже красиво сядет. И знаете, если бы я, наверное, надела бы более правильное белье. Потому что кофточка просвечивает, так скажем, белье. Надо было все-таки надеть телесное. Но, тем не менее, мне понравилось, как это сидит. Красиво подчеркивает зоны ключицы, зоны груди. Выглядит очень женственно. Плюс мой любимый такой оффлайт цвет. Для меня это просто базовый цвет гардероба. Как коричневый, как бежевый, так и черный. Следующая вещь. Это вот такой вот топ. Эйс из дизайн. У меня в размере икей 6. Первый, либо минус. И, наверное, единственный. У меня есть еще второй. Ну, и я в последствии о нем расскажу. Это то, что очень тяжело самостоятельно закрыть эту молнию. Ибо она расстегивается прям до самого конца. Приложить усилие, чтобы вытащить собачку. И каждый раз я боюсь, что я... Порогу что-то. Она расстегивается вот прям вот так вот. И это достаточно тяжело застегнуть самостоятельно на спине. Что мне не нравится? Это ее безумный цвет. То, что она именно такой выполнена из костюмной ткани. В общем, все в ней хорошо. Только вот, к сожалению, в ребрах она совершенно на меня не села. Причем во всем остальном, и в плечах, и в груди, он сел отлично. Но вот в ребрах... И создает мне складки. Боюсь, что даже если я похудею, оно на меня не сядет. Но мне так понравился этот топ, честное слово. Я, наверное, попробую его заказать в большем размере. Ну что, а на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Всех я с обнимаю, целую. Пусть удача всегда будет с вами. Пусть удача всегда будет с вами.